В Мирненском районе наградили участников трудового фронта. 70 лет назад большинство из них еще даже не было 18 лет. Они работали на полях, стояли у станка, собирали посылки с теплыми вещами для передовой. Девиз «все для фронта, все для победы» так и остался для этих людей главной жизненной установкой, рассказывает наша коллега в Алмазном крае Лариса Удовенко. Георгиевская лента «Серб и молот. Красная звезда» – так выглядит государственная награда к юбилею Победы. 18 марта первые шесть медалей были вручены ветеранам Мирного. Нина Ильинична Провоторова, заслуженный учитель, всегда готова к встречам с детьми. Когда началась война, она закончила девятый класс. Я якутянка. Я под Якутском. Колхоз у нас там был. И мы работали, но и учились, потому что после выступления Сталина, что победа будет за нами, уже все поняли, что перелом идет в нашу пользу, что специалисты будут нужны. Но мы учились двояко. Вот в десятом классе мы глубоко изучали санитарное дело. У нас была глубокая подготовка. И строевая была, и винтовки, и пулеметы. В общем, мы были готовы. Но на наше счастье война закончилась. И уже последний год мы доучивались в мирное время. Николаю Семеновичу Иванову в 41-м только исполнилось 14. В армию его призвали в год окончания войны. Из его родного села Вильючаны не вернулось с фронта 60 земляков. День победы Николай Семенович хорошо помнит и считает самым важным для себя праздником. Это было где-то после обеда. Нарочная переехала Сунтара на лошади. Сказали, что война окончилась. Да, это у нас. А радиа ничего не было. Не знали, что война окончилась. Но женщина приехала и сообщила, что война окончилась. Ну, мы насобрали на следственном совете, кто есть там. И к каждому тряпочку, плагом мы по вере выходили. Вот так, я помню, и митинг организовали. Вот так было. В Мирненском районе проживают 11 участников войны, 60 вдов, ветеранов и 120 представителей Трудового фронта. Для них даже участие в торжественных мероприятиях сегодня – личный подвиг. Здоровья вам, поколения победителей и долгих лет!